Девушки отдыхают Да, Гаджимурадов, Махач, 66 килограммов И Абдулхамидов, Шамиль Соответственно, значит, Абдулхамидов в красном разгарде футболки Спасибо вам, Илья, за то, что вы сказали, что это разгард Ну, а, соответственно, в синем разгарде это Махач, Гаджимурадов, так? Да, да Ну что, сейчас будем смотреть, посмотрим, что они покажут Да, я думаю, что все-таки здесь, вот в этом случае, вместе был у вас комментарий Ну, профессиональный, качественный, с точки зрения знания, темы Хорошо Что касается зрелищности, здесь уже, так сказать, я могу вам только помочь Хорошо, я думаю, что у нас с вами все получится Да Итак, здесь борьба начинается со стойки Значит, вот обязательно, ну, собственно, уже борьба и началась Да Схватка длится 5 минут Схватка длится 5 минут Соответственно, победу можно одержать, выполнив болевой или удушающий прием, либо по баллам Ну, правда, есть еще вариант, что противника снимут за пассивное ведение борьбы, если он получит... Бокус не отполует вообще с поединка, то есть, засчитать поражение за противника? Да, конечно, да, да О, как Но для этого... Без предупреждения? Для этого должно быть 4 предупреждения объявлено Вот так Вот, ну, у нас тут проблемы со временем немножко Ну, бывают технические накладочки, тем более, скажем, что один поединок... Я пока что сбоев Илья не вижу с точки зрения организации поединков Нет, все... Все идет динамично, так сказать, одно за другим, да? Все достаточно хорошо Так, ну, здесь, конечно, тяжеловато спортсменам, входящим в раши, вдруг они неожиданно останавливаются Но это спорт Здесь нужно учитывать все нюансы, которые могут повредить качество и зрелищности Вот того, что мы наблюдаем сегодня в рамках этого чемпионата России Отборочного на чемпионат мира, который состоится в конце этого 16-го года в Минске, да, по-моему? Да, да, но, собственно говоря, я думаю, что спортсмены настолько настроены на поединке, на борьбу Что, в общем-то, какие-то мелкие... Им бороться надо, им выигрывать надо Да, особенно это касается, конечно, вот Махача Гаджимурадова, который свой поединок первый проиграл Да, ему сейчас надо выигрывать, конечно, чисто То есть, потому что, проиграв по баллам, он, в общем-то, скорее всего, возможно, сработал один балл Ну, как бы, одно очко Но сейчас, чтобы ему дальше реально продолжить борьбу там за первое место Ему все-таки нужно выигрывать чисто Хотя это сложно, потому что уровень спортсменов достаточно высокий Вот сейчас вот это положение может быть оценено, да? Пока, вот да, вот сейчас оценено Удержание держать, так Вот сейчас была попытка выхода на болевой прием Нет То есть, да, оценивается либо, собственно, атака, либо болевой прием Невозможно, допустим, выполнить бросок или перевод в партер Сразу перейдя на болевой прием Получить оценку и за тейкдаун, и за болевой прием Вот, ну, вот сейчас такое положение практически из классической борьбы Или, там, вольной борьбы, когда один вставил руки снизу, другой, наверное, висит Ну, в грэпплинге, я говорю Мы видим со стороны Абдул-Хамидова действие, которое оценено в два балла Вот он повел Да, 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 он повел И вполне важно А вот сейчас действует А вот сейчас он попал на, вот, собственно говоря, удушающий прием Удушающий ножичка, мы видим ножку, он при душе Да, 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 это называется обратный треугольник Возможно, конечно, и спортсмен в синим его и доделает Вот, и сейчас посмотрим, чем все-таки действие закончится Так, красный выходит у нас наверх Ну, касается удушающего приема, мы видим, что не получилось, эта история Да, судья его не оценил, то есть, и, собственно говоря, красный получил два балла за тейкдаун Абдул-Хамидов упрочил свое преимущество в счете, во всяком случае Да, вот, но вот сейчас он снова попался на, скажем так, его оппонент пытается выполнить удушающий прием Один из, в общем-то, классических удушающих приемов Это удушение треугольником Прием достаточно действенный, эффективный Вот, вполне возможно, что встреча закончится, ну, может закончиться чистой победой Вот, ну, из, скажем так Опять удушающий прием пытается провести, вот, Борис в синим, Махач, Агатюмуратов Насколько можно, голову он схватил, да? Да Нет, замочек сделал, он не удушающий, наверное, не получится все-таки Нет, там, в общем-то Шея свободная, да? Нет, шея там достаточно неприятной позиции Вот, и судья оценивает попытку удушающего приема в один балл То есть, это за попытку проведения технического действия Но эта попытка обнаружила совершенно очевидно Да Собственно, вот он опять накид, пытается накинуть треугольник Хотя, ноги у него расположены, в общем-то, в неправильной позиции И, по большому счету, какой-то серьезной угрозы он не представляет Хотя, может, все может измениться буквально там в считанные секунды Вот, ему, собственно говоря, дают еще балл за попытку технического действия Положение очень такое опасное Потому что, вроде, сначала ничего не происходит, а потом уже становится поздно Ну, а пока что 4-2 ведет в счете Шамиль Абдул-Хамидов В весовой категории до 66 килограммов Абдул-Хамидов выигрывает у своего оппонента Гаджу Мурадова, Махача Ну, я бы сказал, что вообще треугольник, это, наверное, визитная карточка грэплинга В частности, вот, Федор Емельяненко в одном своем таком печально известном бою проиграл Именно вот, попавшись на треугольник Вот, и вот сейчас будет оценено 2 балла за переворот И 3 балла за позицию То есть, собственно говоря, я говорил, что положение треугольника, оно очень опасное То есть, оно может привести либо вот к душающему приему Либо, собственно говоря, к положению... Вот мы видим, да Да, а вот это уже... То есть, а сейчас практически ничего оценено не будет Потому что красный, собственно, находится под атакой Опять перешел в положение треугольника И вот видите, что буквально счет изменился значительно Да, если проигрывал свой вот совсем недавно Махач Гаджимура Сейчас он его лидирует, ты достаточно уверен, да? За 30 секунд до конца встречи Да, 3 балла за 30 секунд до конца встречи При таком, как бы, классе участников, конечно, это наверстать очень сложно Очень сложно А мне кажется, в грэплинге это вероятно вполне Да, да, конечно То есть, возможно, окончание болевым приемом Потому что все возможно Хотя класс участников... Это не зря турнир называется 5 звезд То есть, по сути дела, в каждой весовой категории были отобраны лучшие спортсмены со всей России Которые могли бы представлять потом Россию на таком серьезном турнире, как чемпионат мира Ну да, даже сказать, что Шамиль Абдухамидов чемпион России Вот нынешнего, текущего года, 16-го года Мастер спорта Ой, может, только представить себя Ну а Махач призер чемпионата России Опять-таки, 16-го года Так что соперники стоят друг друга Но в данном случае мы видим, что чемпион России-то пока проигрывает Ну, спорт есть спорт Да Хотя вот сейчас Должны быть Но мы прекрасно... Вот попытка удушающего анаконды К сожалению, время Бал красному за атаку И, собственно говоря, со счетом 8-6 Шамиль Абдухамидов Одержал вторую победу подряд Победу глобала Ситуация и все дело происходит здесь у нас в Волгограде В павильоне Волгоград-экспо Будет происходить сегодня В субботу Будет происходить и завтра В воскресенье Начинают с 12 часов И до тех пор, пока не определяются те, кто поедет защищать Цвета российского триколора На чемпионате мира по греблингу и греблингу Киев в Минске В столице Белоруссии В конце 2016 года Так, ждем участников следующей схватки Вот видите, сколько нам Илья рассказал Ноовы только что я с ним разговаривал Человек, который действительно в теме Ну, тут уж действительно вид спорта Вид единоборств В котором нужно разбираться В котором нужно изучать И я думаю, что, в общем-то, рассчитываю на то Что на нашей комментаторской позиции Появится и Резван Бачкаев Это президент Всероссийской Федерации Греблинга и греблинга Киев Сейчас просматривают, значит, судьи там Какие-то моменты Которые позволят им определить Окончательно то Что вызывает у них сомнения Но пока что вот я предлагаю Нашим редакторам все-таки показать Дать нам возможность Насладиться теми моментами Которые мы видели В предыдущих поединках Нашего сегодняшнего Темпионата России по греблингу И греблингу Киев Если это произойдет Это будет совершенно незабываемые минуты Мгновения А пока что у нас возникла Небольшая пауза технического Слушай, Антон, я тебе прям летом не завидую Почему еще? Ну ты просто ближе всех к солнцу А, это да Производственное объединение Завод силикатного кирпича Поставит для вашей стройки Обычный кирпич Крупноформатные силикатные блоки А также перегородки Выполненные по системе ПАЗ-Гребень Наши изделия Позволят вам сократить затраты на 30% И ускорить сроки строительства На 50% Завод силикатного кирпича Стройте, мы поможем Телефон 54-72-92 Улица Краснополянская, 55 Уникальная выставка 3D-картин Уже в Волгограде Приходи и окажись захватывающим Мире иллюзий Только до 31 августа В торгово-развлекательном комплексе Комсомол Дети до 4 лет бесплатно Итак, друзья, мы продолжаем прямую трансляцию На телеканале «Волгоград-1» о том, что происходит в рамках всероссийского профессионального турнира по спортивной борьбе Грэплинг и грэплинг-ки Весовая категория До 66 килограммов Второй круг На татаме В красном Расгарде То есть в футболке, все-таки напоминаю Потому что не все могут знать и понимать, что такое Расгард Магомедов Магомед Расул СКФО И в синей футболке Расгарде Руслан Магомедов Это весовая категория 66 килограммов Второй круг Ну, в этом весе у нас уже определился как бы лидер И человек, который имеет все шансы подняться на высшую ступень подиума нашего сегодняшнего чемпионата Но это будет известно позже Еще немножко потерпеть Шамиль Абдулхамидов выиграл в предыдущей схватке И удвоил, ну, скажем так, число своих побед на этих соревнованиях Проводящихся в Волгоградском дворце спорта в Парибельоне Волгоградской СП Так Оценка поставлена Действие засчитано И оно в пользу бойца в синем Расгарде Синей футболке Руслан Магомедов повел Удержание Оно тоже может быть оценено Вот видите, немножко стоило Илье, который сейчас находится в качестве рефери на татами Вот стоило немножко провести, так сказать, урок ликбеза Как тут же я, так сказать, воспрял духом, расправил крылья И начинаю говорить, что может быть засчитано, действие не засчитано Но пока что вот нему учусь, учусь вместе с вами, уважаемые телезрители, познаю вот этот вот вид спорта, вид борьбы, грэплинг Красивое название, да? Грэплинг, грэпфуд Пока что 2-0 Весовая категория 66 килограммов Магомедов, Руслан повел в счете Ну это ровно, счетом ничего не говорит Сейчас что? Ну я хочу обратить внимание, что этот вид спорта у нас в Волгограде развивается И начинает завоевывать свою нишу в спортивной и жизни многообразной нашего региона Волгоградской области Есть у нас федерация грэплинга Волгоградская областная Более того, в свое время, в 2014 году здесь, в нашем городе, уже состоялся крупный турнир по грэплингу Это было первенство в России Участвовало тогда более 300 человек, около 350 Вот первенство России по грэплингу и грэплингу ки И тогда призеры турнира получили путевки на первенство мира Как и сейчас Вот только сейчас разыгрываются путевочки на чемпионат мира в Белоруссии, в Минск В этом году она состоится В этом году она состоится А вот в 2014 году было на первенство мира И тогда в соревнованиях в первенстве России в 2014 году в Волгограде Вот своих представителей выдвинули, заявили, 18 регионов нашей страны необъятные Кстати говоря, вот 350 человек, это был рекорд Со всеми проведения соревнований первенства в России по грэплингу и грэплингу ки И вот относительно недавно, кстати, надо заметить, что с прошлого года, с 15-го Принято решение о Федерации, Всероссийской Федерации грэплинга и грэплинга ки Проводить турниры отпорочные, которые определяли спортсменов лучших, сильнейших В федеральных округах И сейчас мы видим тех людей, которые вот в этих самых федеральных округах Одержали победы, приводили призы Ну а что касается конкретно вот этой вот схватки, вот этого поединка То впереди весовой категории до 66 килограммов В ней за счетом 2-0 за минуты 20 В общем-то такое же большое преимущество Ведет борец в синей форме Руслан Магомедов Вот 4-2 уже счет Но опять-таки позову Магомедова, который выигрывает у Магомеда, Расула Магомедова тоже вот на фамилице Оба представляют Северокавказский федеральный округ Давай-давай-давай-давай-давай-давай Стегра! Хорошо, хорошо Чем меньше времени остается до окончания схватки, тем мало Более активные спортсмены, атлеты 6-2 Мы видим, что очередные баллы в свой актив заработал борец в синей футболке Если уж говорить так, как меня научил Илья, мой сокомментатор предыдущий В синем Рашгарде Руслан Магомедов 9-2 уже Вот 3 балла он за это действие получил Бороться, бороться, бороться Призывает бороться Поактивней И время этого поединка истекло 9-2 Тут безусловная победа Руслана Магомедова Борца в синей форме Он выиграл у Магомеда Расула Магомедова Магомедов Руслан с КФО Магомедов Руслан, 9-2 Второй круг Весовой категории до 66 килограммов В ней заявлено 5 человек И каждый спортсмен проведет схватки с каждым То есть по 4 боя у каждого По 4 схватки, 4 поединка